МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно граждане, играющие в игру Ягоды Плюс, потеряли большие суммы денег. Агентство предостерегает граждан от участия в различных онлайн-играх, которые просят ввести сведения о банковской карте, электронных кошельках и любые другие персональные данные. Ведомстве призвали не скачивать на смартфоны приложения, обещающие быстрый заработок. Сотрудникам муниципального предприятия Тазалык подняли зарплату на 100%. Об этом сообщил директор предприятия Рамис Алиев. По его словам, организации увеличили бюджет на санитарную очистку. Таким образом, больше тысячи сотрудников получат зарплату за январь по повышенной ставке. Зарплата теперь составит от 22 до 35 тысяч сомов. Продолжение темы. Тазалык закупит 29 единиц спецтехники. Поставки ожидаются 16 февраля и 20 марта. Расширение парка спецтехники позволит сотрудникам справляться с нагрузкой и вывозить около 500 тонн мусора из Бишкека ежедневно. Сотрудники госорганов Кыргызстана продолжают перечислять однодневную зарплату в качестве материально-финансовой помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений, которые произошли на территории Турции. Также напомним, в Кыргызстане открыт единый депозитный счет. В посольстве Турции в Бишкеке открыт пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения. Гуманитарную помощь уже оказывают граждане и компании. Местные предприниматели передали предмет первой необходимости – теплые вещи и одеяло. Министр здравоохранения Гульнара Батырова накануне встретилась с послом Турции в Кыргызстане Ахметом Садык-Доганом. Министр на встрече отметила, что министерство готово оказать медицинскую помощь – помочь с лекарствами и изделиями медицинского назначения пострадавшим от землетрясения. При необходимости медицинской помощи с кыргызской стороны сформирована бригада врачей для отправки в пострадавшие районы Турции. Более подробно о трагедии в Турции расскажет мой коллега Нурбек Иманов. Нурбек, вам слово. Спасибо, Эльвира. Добрый вечер. У нас в гостях полковник Болот Шаршиналиев, начальник управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС. И мы поговорим о наших ребятах, которые поехали помогать братскому народу Турции для борьбы с последствиями этой ужасной трагедии. Болот Арстанбекович, добро пожаловать к нам в студию. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как в принципе была организована помощь с нашей стороны и насколько такие мероприятия привычны нашим спасателям и насколько мы готовы к таким мероприятиям? Здравствуйте уже телезрители. Как вы знаете, что в результате произошло землетрясение в Турецкой республике магнитудой 7,7, в результате которого было разрушено 6444 здания, погибло более 13 тысяч человек, около 13 тысяч человек, получили ранения около 63 тысяч человек. В целях оказания международной чрезвычайной помощи Братской республики со стороны МЧС в оперативном порядке были организованы для выезда оперативные спасательные поисковые группы в количестве 67 человек. Это первый эшелон. Они у нас были подготовлены по программе Инсарак, проходили подготовку по программе Инсарак. И буквально 7 числа наши спасатели уже находились на территории Турции, в Стамбуле, и дальнейшее передвижение было в провинцию Кахраман-Мараш. Нашими усилиями, вернее, усилиями наших спасателей на сегодняшний момент было обнаружено 20 тел граждан Турецкой республики из-под завалов. Дальше в данных поисковых работах, кроме спасателей, также привлечены у нас группа кинологов с двумя поисковыми, подготовленными специальными поисковыми собаками. Полностью группа, которая вылетела в Турецкую республику, она является автономной, у них полностью свои палатки, пункты питания организованы. Полностью самостоятельно, также, конечно же, со средствами необходимой связи, которые мы с ними поддерживаем и получаем последнюю информацию непосредственно с точки их нахождения. Ну, также хотелось бы добавить, что в настоящий момент нашими спасателями работы проводились в городе Шанлы-Урфа. И в настоящее время проводится их под командой АФАТ, проводится их передислокация уже в другой город для продолжения именно работы под завалами и оказания помощи. Вы отметили, что наши ребята-спасатели полностью это автономная такая единица, они могут передислоцироваться и работать, ну, согласно плану, да, как у них есть, согласно определенному своему графику. И учитывая масштаб этой катастрофы и количество жертв, то высока вероятность того, что там сил этих 67 человек, да, кажется, может не оказаться достаточным. И, ой, 63. 67 человек. А, 67 человек, да. И плюс еще может, ну, как бы затянуться по времени. Вот сообщалось, что, например, это тоже является частью их вот автономности, да, что у них есть питание, например, на 20 дней на сегодняшний день. Сколько планируется вести спасательные работы и будут ли, может быть, кого-то менять или отправлять другую группу взамен, чтобы они тоже могли отдохнуть, отойти от всего этого? Наши спасатели, находящиеся в Турецкой Республике, ну, как уже было сказано, они полностью автономны. Ну, и время проведения поисковых работ у нас идет, пока, так сказать, со стороны Турецкой Республики будет обращение о том, что уже нет необходимости в пребывании наших спасателей в их стране. Поэтому пока наши спасатели находятся на месте, они будут выполнять свой служебный долг до того времени, пока не поступит соответствующего указания. Ну, и кроме того, видите, как землетрясение, они у нас занимают, так сказать, первое место в ряду всех стихийных бедствий по человеческим жертвам и ущербам. И вот, как я уже сказал, что более 6 тысяч зданий было разрушено, и вы все видели в всех новостных, информационных, соцсетях, именно, как это все происходило. Многие кадры попали как раз-таки прямо в онлайн-режиме. Ну, поэтому работы под завалами и под таким, ну, под такой количеством грубые груды бетона, металла, конечно же, они осложняются, сложные и проводятся, как говорится, соответствующие мерами безопасности. Также для телезрителей я бы хотел сказать, что при проведении таких поисковых работ, ну, в качестве информации о том, что есть, как бы сказать, режим золотой, золотого часа, когда работы на некоторое время приостанавливаются в целях того, чтобы услышать и, как бы, звуки издающиеся, может быть, испозили, может быть, стоны, чтобы именно в этом месте, это для спасения именно тех людей, которые еще живы и находятся под завалом. Поэтому все усилия направлены именно на первоочередное спасение жизни людей, находящихся под завалами. Ну, и, как вы сказали, да, действительно, человеческий организм имеет тенденцию, конечно же, к усталости. Да, и учитывая обстоятельства, здесь еще и очень большая психологическая нагрузка, потому что, ну, вот мы видели, вот из тех же кадров, о которых вы говорите, очень много детей и женщин, пожилых людей оказались жертвами этой трагедии, и вот из-под завалов продолжается спасение тоже чуть ли не... ну, вот кадр, наверное, который облетел все информационные ресурсы, когда буквально новорожденный ребенок, он родился под завалами, и вот это все же тоже психологическую какую-то печать оставляет и на наших спасателях, как вы подметили, что они же не роботы, несмотря на то, что они подготовлены к всякого рода бедствиям и, ну, скажем так, зрелищам, да, возможно, не очень приятным. Совершенно верно, да, ну, я имел в виду, кроме этого, то, что когда существование не роботы, именно у нас организовано спасательное мероприятие с учетом того, чтобы дать им возможность отдохнуть, поэтому они разделены у нас на группы, и соответствующая, получается, группа, когда работают на участках, выделенных нам участках, кое-какая группа, конечно, она должна прийти в себя, привести себя в порядок, отдохнуть, чтобы с новыми силами начать работать. Поэтому все работы ведутся круглосуточно с распределением всех функциональных обязанностей. Так, ну, и еще хотел дополнительно добавить, что сейчас у нас также проводится работа по дополнительному направлению дополнительных сил спасателей в зону встречающей ситуации. Предварительно планируем направить еще дополнительно около 100 спасателей в ближайшие дни. Поэтому сейчас, как только все мы организуем, чтобы это все было в купе, получается, соответствующую помощь, чтобы доставить, поэтому полностью дополнительно будут направлены также в автономном состоянии и помощь, которую необходима турецкая, которую они у нас запросили. Поэтому в ближайшие дни будут направлены дополнительные силы. Такого рода же спасательные мероприятия, процедуры и оказание помощи за границей для наших спасателей или для любых других спасателей из других стран, они же производятся в рамках, ну, в первую очередь, оказания помощи братским, дружественным народам и плюс еще в рамках международных договоренностей. И все работы, которые ведутся, ведутся совместными усилиями, совместно со спасателями из других стран, которые туда были направлены. Скажите, пожалуйста, насколько вот эта работа идет слаженно, ну, тут, наверное, сомневаться не приходится, но вот про взаимодействие с другими спасателями из других стран. На месте проведения спасательных работ организовывается штаб руководства ликвидации ЧАЭС, поэтому в данную группировку входят все, так сказать, руководители спасательных подразделений, которые прибыли на данный участок работы. Конечно, организовывается взаимодействие, но, так скажем, у каждой спасательной группы, почему мы говорим про автономность, у каждой спасательной группы быть должны в наличии полностью снаряжение, полностью спасательное снаряжение, полностью свое. В первую очередь они указывают свое спасательное, потому что, сами понимаете, они находятся в зоне ЧАЭС, где тот или иной инструмент найти, приобрести, это не возможно, потому что там все разрушено. Поэтому, когда группа убывает, причем группа автономность, полностью со снаряжениями, с продуктами питаниями, с местом приготовления пищи, даже вплоть до горючих смазанных материалов, полностью все у них должно быть с собой, для того, чтобы они не обращались к другим группировкам сил за той или иной помощью. Ну, конечно, бывают, конечно, моменты, когда выход из строя, оборудования, и если, так скажем, каких-либо, может быть, запасных частей для, так скажем, нету, то, конечно, да, мы можем обратиться к другим группам, либо они могут к нам обратиться. Поэтому это именно взаимопомощь. В данной зоне ЧАЭС именно взаимопомощь очень большое имеет, как бы, акцент, значение, да. И все делается, в общем, полностью, все силы направлены для того, чтобы оказать соответствующую помощь и излечь, чем скорее мы извлечем из-под завалов еще живых людей, тем это будет круто. Для этого наши спасатели туда были. Да, да, да. Давайте пару слов все-таки скажем и о психологической помощи, которая оказывается выжившим людям, которых извлекли из-под завалов, людям, которые, в принципе, пережили эту трагедию, людям, на глазах у которых там вся их жизнь буквально разрушилась. И в составе нашей бригады спасательной есть тоже группа психологов, которые оказывают соответствующую помощь. Наши спасательные подразделения проходят именно тоже в программе подготовки, есть психологическая, оказание психологической помощи, именно как правильно подойти к пострадавшим, как правильно задавать вопросы. Такая работа проводится. Конечно, данную работу необходимо постоянно повышать, потому что, так сказать, эта работа непростая. И сейчас наши спасатели, многие из тех, которые убыли туда, они впервые, конечно, столкнутся с таким масштабом через эту ситуацию, так как, я думаю, что они получат достаточно хороший опыт. И, конечно, в составе группы у нас есть врачи, которые работают с нашими спасателями, помогают им. Ну и, кроме того, для того, чтобы мы, наши спасатели, могли беседовать, ну и оказывать соответствующую помощь пострадавшим, в нашем, в каждой группе у нас есть по переводчику, которые владеют как турецким, так и английским языками. Поэтому мы именно в группу набрали, подбирали тех людей, чтобы они могли свободно владеть и изъясняться именно с гражданами, которые попали в тяжелую ситуацию. Здесь, да, с одной стороны, у вас специфика вашей работы заключается в том, чтобы, хотелось бы, чтобы у наших спасателей было как можно меньше подобного опыта, но чтобы они всегда были готовы к любым ситуациям, проводятся постоянно учения, какие-то подготовительные работы, и плюс еще вот повышается квалификация спасателей, да, в том числе по направлениям, которых мы от них, например, не ждали. Ну или, по крайней мере, это не приходит в первую голову, когда говоришь о спасателе, о сотруднике МЧС, и куда, например, входит вот как раз оказание психологической помощи. И будем надеяться, что подобных катастроф происходить не будет, или они будут гораздо меньшего масштаба, или не такие страшные, да, чтобы спасатели набирались опыта исключительно в учебных таких ситуациях, да. Прежде чем мы продолжим наш разговор, давайте напомним нашим зрителям о том, что именно произошло в Турции в эти дни, и что происходит сейчас, и мои коллеги подготовили небольшой сюжет об этих событиях, давайте посмотрим. Страшная трагедия случилась 6 февраля в Турции. Произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, обратившие в руины здания в 10 провинциях республики. Президент Реджеп Таип Эрдоган объявил высшую степень угрозы безопасности страны, предполагающие обращение за помощью к международному сообществу. Кыргызстан не остался в стороне, и по поручению главы государства Садыра Джапарова рано утром 7 февраля была направлена группа спасателей. Сотрудники МЧС взяли с собой необходимое оборудование. Вместе с ними отправились две обученные собаки. В составе команды не только спасатели, но и медработники, психологи и кинологи. Кроме того, в ближайшее время в Турцию отправят гумпомощь. Сотрудники МЧС по прибытию приступили к поисково-спасательным работам в городе Кахраман-Мараш. Спасательно-поисковые работы продолжаются и по сей день. Гуманитарную помощь собирают жители Кыргызстана. Отечественные производители планируют отправить в Турцию предметы первой необходимости – одеяло и теплые вещи. Также в Кыргызстане открыт единый депозитный счет для сбора средств в помощь пострадавшим. Любой желающий может оказать помощь, может перечислить денежные средства по следующим реквизитам. Также открыта горячая линия МЧС, куда можно обратиться по номеру 112. Сообщается, что руководство и сотрудники администрации главы государства и министерства, а также и госорганы перечислили в помощь пострадавшим однодневную зарплату. Эльвира Сатыбекова, Биринч, студия. А мы продолжаем наш разговор с начальником управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС полковником Болотом Шершиналиевым. Болот Торстенбекович, вот мы видели на кадрах, и они тоже очень широко облетели все информационные агентства, то, как встречали наших спасателей непосредственно в Турции. И, конечно же, мы понимаем, что когда у людей такое горе, такая трагедия, они рады любой оказываемой помощи. Но здесь как будто бы вот мы же находимся в такой одной парадигме языковой и где-то, может быть, даже ментальной. И здесь мы видим, что вот особенное такое чувство благодарности, наверное, возникает, в том числе и когда у нас какие-то трагедии происходили. Турецкая республика, одна из первых, всегда приходила к нам на помощь, что мы вот друг друга в беде не бросаем и идем там безоговорочно помогать нашим братьям. Ну, конечно же, я считаю, что помощь, спасение, оно не должно иметь границ. Мы, как бы, любое государство, оказавшись в такой ситуации, я думаю, что все соседи и все, кто неравнодушны, они, конечно, в первую очередь должны отреагировать, чтобы оказать помощь. Это, я думаю, что, ну, считаю, что это взаимные даже человеческие просто отношения. Кроме того, в нашей республике имеется закон о оказании международной чрезвычайной помощи. В данном, как раз таки, в нормативном правом акте прописано все меры, способы, каким образом это проводится работа, в целях чего, все задачи, как раз в этом законе все прописано, и он является именно, поэтому мы назвали, что международная чрезвычайная помощь. И многие, практически все государства, как раз таки, по данному закону проводят соответствующие работы, мероприятия. И, как я могу сказать, действительно, о граждан Турецкой республики, конечно, они с большой радостью встретили наших спасателей. Это, потому что, ну, любой гражданин, любой человек, я думаю, что у него большая надежда, что действительно прибыли спасатели с соответствующей подготовкой, и которые именно окажут помощь близким, получается, народу. И, в общем, чтобы пережить эту трагедию, эти трудные, сложные дни и выполнить поставленные задачи перед ними. И, в первую очередь, как мы не раз отмечали в нашем своем разговоре, попытаться спасти как можно больше жизней. Да, это основная задача, именно спасти как можно больше жизней, изжечься под завалов, потому что, в первую очередь, самая цена – это жизнь человека. Помимо вот такой помощи, и в силах каждого гражданина нашей страны тоже оказывать посильную помощь турецкому народу в преодолении последствий этой катастрофы, это вот в сюжете об этом тоже было, о том, что объявлен сбор гуманитарной помощи и сбор денежных средств, кто сколько может. Ну, то есть, любая помощь, будь она совсем маленькая или достаточно такая большая, попадет в нужные руки и сделает там серьезный вклад во все это дело. Расскажите, пожалуйста, для начала про то, как организован сбор денежных средств. Мы видели, что есть расчетные счета, на которые можно перечислять целенаправленно эти деньги. Да, как раз уже работает открытый расчетный счет Министерства финансов Республики на базе АИЛ-банка. И по имеющейся последней информации, сегодня уже как минимум до 2 миллионов сомов наши граждане уже внесли на этот депозитный счет для оказания помощи нашим турецким братьям. Кроме этого, по всей стране, сейчас уже на местах представителями президента, полномочия президента Республики в областях, мэриями городов Бишкек-Ош, тоже ведется работа по сбору материальных ценностей, необходимых для отправки в Турецкую Республику. Поэтому мы говорим, что в ближайшее время вместе с данной, собранной гуманитарной помощью, это имеется в виду и товары материальных средств, будут вкупе с нашими направляемыми дополнительными силами доставлены в Турецкую Республику. Здесь же вот, если говорить о помощи, которая собирается, там материальные ценности, или кто-то может, хочет помочь, например, продуктами и чем-то вот подобным, есть же свои определенные правила для того, чтобы эта помощь не оказалась бесполезной, и эти правила, насколько я знаю, достаточно простые. Расскажите, пожалуйста, вот если человек хочет помочь именно там не деньгами, а вот продуктами или материальными ценностями, что нужно в первую очередь, на что нужно в первую очередь обратить внимание, и чего там приносить в пункты сбора гуманитарной помощи не следует? Ну, мы уже не в первый раз напоминаем, в первую очередь это касается скоропорчащих продуктов, так как хранение и, кажется, их транспортировка, она осложняется, и при прибытии до точки назначения продукты уже, можно сказать, приходят не гость. Поэтому именно необходимы продукты, питание, которые имеют долгий срок хранения и которые не требуют специальных мер для хранения. Но в настоящее время, согласно поступивших запросов Турецкой Республики, у нас больше идет упор именно на сбор финансовых средств, с учетом того, что на данные средства будут приобретены именно те товарно-материальные ценности, которые запрашивает пострадавшая сторона. Мы всегда говорим о том, что есть международное воззвание, и там в обращении приходит список именно тех средств и перечень товарно-материальные ценности, которые им необходимы. И согласно данного перечня мы направляем пострадавшую государству ту или иную помощь. Поэтому все-таки я понимаю, что наш народ очень патриотичный. Наш народ сострадает, всегда готов оказать посильную помощь. Но в данный момент, действительно, поэтому мы открыли, в Министерстве финансовом открыт лицевой счет на базе Алисбанка, куда, кто сколько сможет, может перечислить. Но в данный момент, как было сказано, что многие госорганы сейчас перечисляют однодневную зарплату в фонд помощи. И данная помощь, она будет доставлена, направлена в Турецкую республику. Все, что поступает, оно поступает в турецкой государстве АФАТ. И они полностью занимаются распределением. Это очередчайное ведомство АФАТ, где они полностью распределяют поступившую всю гуманитарную помощь, в зависимости от того, в каком из городов пострадавшего населения. Поэтому полностью регулируют на территории Турции распределение гуманитарной помощи уже представительства АФАТ в Турецкой республике. Но, тем не менее, давайте все равно, ну, как бы, вы понятно объяснили, да, почему лучше всего, если есть желание оказать помощь, оказывать ее непосредственно в денежном эквиваленте. Но мы на кадрах видели из турецкого посольства, что люди приносят одеяло, теплые вещи, учитывая, что зима, и даже если в Турции немножко другой климат, все равно эти вещи, я так понимаю, не будут лишними. Совершенно, вы у вас совершенно правы, да. Любая помощь, посильная помощь, она никогда не будет лишняя. И турецкое посольство, и, получается, наше министерство всегда готовы направить и доставить данную помощь до местного значения. И если мы хотим помочь вещами, то желательно, чтобы это были одеяло, теплые вещи, может быть, детские какие-то вещи, учитывая большое количество все-таки подпишеков и страдавших детей. Ну, кроме одеяла, мы всегда говорим о гигиенических средствах. Вода, питье, получается, лекарственные средства. Также, конечно, мы всегда говорим о необходимости в зоне ЧС, всегда недостаточно, конечно, медикаментов и перевязывающих материалов. Поэтому вот именно такие материалы необходимо целесообразно проводить. Вот, собственно, к этому я и вёл. Давайте ещё несколько слов поговорим о, скажем, о психологической помощи, психологическая помощь, о повышении квалификации наших спасателей в этой сфере, в этом направлении. Плюс оказываемая помощь сейчас в Турции, она же тоже появилась не просто так, и была, там, скажем, результатом методов проб и ошибок. И необходимость такая была тоже выявлена, исходя из тех или иных трагедий, когда в этой помощи мы все убедились, что она необходима не меньше, чем физическая какая-то помощь. Да. Люди, как раз попавшие в стрессовую ситуацию, они находятся в шоковом состоянии, и нашим спасателям необходимо владеть именно методикой оказания психологической помощи. Ну, в целях совершенствования подготовки по данному направлению мы обращались и в Министерство здравоохранения. Кроме того, у нас ведет тесто сотрудничество с международными организациями, такие как «Врачи без границ», «Красный крест» в полумесяц. И вот в данном вопросе как раз буквально недавно у нас была встреча с представителями «Врачи без границ», где мы эту тему вновь поднимали, затрагивали. С их стороны также получили предварительное понимание, где они пообещали нам оказать помощь в том, чтобы направить в наш адрес разработанную методику, утвержденную методику, которую мы планируем разместить на сайте Центра подготовки специалистов, которые ведут дистанционное обучение. У них есть система дистанционного обучения для того, чтобы любой гражданин мог зайти на данный обучающий сайт, получить соответствующую информацию, либо ознакомиться с теми или иными программами, лекциями, правилами поведения при ЧАЭС. И также как раз-таки мы и беседуем о том, чтобы разместить на данном сайте в ближайшее время именно методику оказания психологической помощи. Я думаю, что данные навыки пригодятся любому гражданину нашей республики, потому что правильно оказать не только, надо и себе уметь оказывать психологическую помощь, и также человеку, который оказался в ЧАЭС. Потому что чтобы не ухудшить ситуацию и не навредить тому человеку, который находится в втором составе. Потому что, сами понимаете, он пережил трагедию большую, у него, возможно, потеряны близкие. И поэтому вот именно здесь вот надо именно правильно оказать психологическую помощь, чтобы он мог быстрее войти в нормальное человеческое русло. И в конце нашего разговора давайте напомним нашим телезрителям о том, что от чрезвычайных ситуаций никто, к сожалению, не застрахован. И не дай бог, но какая-то трагедия может случиться в любой момент. И это вещь достаточно непредсказуемая. И в свете того, что вот как мы в ходе нашего разговора говорили о том, что землетрясение является одним из самых... Это тот стихийный бес, который она по человеческим жертвам и по ущербам занимает ведущее место. Да, одно из первых мест. Давайте расскажем нашим зрителям, как себя вести, если вдруг землетрясение застало вас в вашей обычной жизни. Что нужно сделать в первую очередь и чего не нужно делать? Ну, в первую очередь, конечно, важны предупредительные мероприятия. Это находясь в своем доме, либо даже находясь на рабочем месте, в первую очередь мы всегда говорим, чтобы необходимо укрепить все нависающие предметы, мебель к стене, потому что именно они первым представляют угрозу в случае колебаний, падения. Кроме того, я бы рекомендовал, чтобы при расположении кроватей в той же квартире их держать подальше от наружных стен и от оконных проемов. Почему? Потому что при землетрясении, в первую очередь, имеется большая вероятность того, что наружные стены могут разрушиться и попасть внутрь квартиры. И получается, вы находитесь прямо у этой стены, и эта стена обрушится именно на человека, который лежащий. И также оконные проемы, почему мы говорим, потому что окна, они также трескаются, и осколки стекла также могут нанести непоправимый ущерб в здоровье человека. Кроме того, мы всегда говорим, чтобы предметы, первые необходимости, документы, денежные средства, и мы говорим про электрические фонарики с запасными патриками, если такая возможность, чтобы они находились в легко доступных местах. В случае появления средств, чтобы можно было быстро это все положить себе в сумку, и чем скорее вы покинете здание, тем в данный момент каждая секунда дорога. Поэтому у вас буквально, так скажем, не более минуты имеется, чтобы успеть покинуть здание. Но при покидании здания, опять-таки, с верхних этажей запрещено пользоваться лифтами. Потому что может электричество замкнуться, либо тот же канат, он может оборваться. Поэтому только лестничной площадкой. Но если вы не успели покинуть помещение, то необходимо найти безопасное место в той же квартире. Это у нас, получается, дверные проемы, несущие стены, затем бетонные колонны, то, что у нас имеется, и, можно сказать, в глубине угловые проемы. Ну и также, конечно, чтобы защитить себя от падения тех же люстр, потому что люстры раскачиваются, и большая вероятность, что они могут упасть. Также можно укрыться, ну, под, мы, конечно, говорим всегда, под столом, который массивно, который могут уберечь тебя не только от падения люстров, ну и в случае падения, скажем, мелких, таких как кирпичей, чтобы они могли защитить вас от этих обломков. К сожалению, у нас время закончилось. Я прошу прощения, что прервал вас. Ну, я думаю, наши зрители учтут те рекомендации, и с ними можно ознакомиться в интернете. Их достаточно много. Я напоминаю, что мы говорили с начальником управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ от Министерства чрезвычайных ситуаций, Булатом Шершиналиевым, о ребятах, о спасателях, которые сейчас работают в Турции. Редактор субтитров А.Семкин